Всё поехало. Швейные машинки, зингер, шифонеры, фикусы, тёщи, кошки. Только бабушкин буфет, наверное, зря везут. Он в новой квартире. Не поместится. Отдельная квартира встречала новых хозяев, как-то съёжившись. Потолки в ней опустили. И высота их теперь не 3,20, как прежде, а 2,50. Комнаты сократили почти в два раза. Если раньше в двухкомнатной квартире полагалось быть 35-40 метров, то теперь две комнаты помещаются на пространстве 22 квадратных метра. Кухню с обычных 10, ну, в крайнем случае, 6 метров, ужали до 4,5. Какой уж тут буфет. Самим бы поместиться. В ванной оставили место только для, собственно, в ванной и повешенной впритык раковины. Особенно сморщилась уборная. 73 сантиметра в ширину, полтора метра в длину. И это при том, что там, кроме известного прибора, располагались ещё и стояки. Ходит легенда, что на приёмке такого варианта квартиры кто-то всё-таки сказал Хрущёву, что не худо бы увеличить туалет. На что был получен ответ – ничего, я пролез, значит, и другие смогут. Ну и, как известно, смогли. Мне неизвестно другое. Откуда взялись эти нормы? Кто их придумал? Скромные параметры типового жилья брали не с потолка. Почти родные советским коммунистам германские социал-демократы родили о достойном жилище для рабочих ещё в 70-х годах 19 века. Немецкие гигиенисты вычислили достойный минимум для дыхания и движения человека – 9 квадратных метров. Эту норму успели перевести ещё в царские аршины, а потом обратно – в социалистические метры. И специалисты тогдашнего гастроя ездили в Германию, привозили очень интересный, очень документированный, солидный отчёт. Это не были прогулочные поездки. И, скажем, анализ квартир, которые строили в ряде германских городов в конце 20-х годов, ожили фактически в 50-е годы. За одним вычетом – всё-таки немецкие проекты содержали в себе кладовку, которую здесь решили выкинуть, потому что советскому человеку было точно рассчитано, сколько нужно иметь трусиков, лифчиков и всё остальное. Я абсолютно серьёзен. Целые толстые тома выходили на это. Тем, сколько нужно советской женщине для полноты жизни. В Советском Союзе теорию такого прожиточного минимума с середины 30-х разрабатывал архитектор Лазарь Черековер, один из создателей московского стадиона «Динамо». Чтобы нормально умыться по Черековеру, человеку нужно всего полметра перед раковиной и 70 сантиметров в ширину. Чтобы вытереться банным полотенцем, нужно 110 сантиметров. Черековер измерил всё. И сколько места нужно хозяйке на кухне, правда, на картинке, где женщина что-то чистит, характерная карандашная правка. И какое пространство позволит надеть ботинки. В результате именно Черековеру мы обязаны воплощённым знанием того, что прихожая в 110 сантиметров достаточно для того, чтобы и раздеться, и пальто тут же повесить. Побывал Черековер и в уборной, и даже залез в шкаф. На человека нужно 50 сантиметров штанги в плотяном шкафу. Ну вот плотяный шкаф. Представьте, значит, 50 – это максимум. Это считалось много. Значит, если вас трое, то полутора метровый шкаф должен максимально обеспечить вас полностью. Вот представьте, что себе можно повесить на 50 сантиметров. Ну, и тогда приводился и тут же состав вашего гардероба. Значит, один костюм. Потом ввели два костюма. Значит, один рабочий, один выходной. И поэтому мгновенно захламливали все эти маленькие квартирки. Всё битком было набито там, и антресоли, всё было забито, негде было хранить ничего. В 1958 году сектором массового жилища Академии наук были разработаны так называемые строительные нормы и правила. Снипы той эпохи, где потолки 2,5 метра и прочие микроскопические удобства. Они, в частности, породили жутковатый анекдот о тесноте новых домов. По ужатой до последнего предела лестницы невозможно было снести гроб. Приходилось заходить в квартиры, где процессии с гробом удавалось развернуться только в большой комнате. Проблему решал целый архитектурный консилиум. Кто-то из участников всего этого процесса нашёл старинную гравюру, по-моему, английскую, где было показано, а ведь в Англии были квартиры тогда в двух уровнях, и наверх достаточно узкая, крутая лестница в спальне. И в спальне умер человек, его положили в гроб. И на этой гравюре было показано, как этот гроб спускают по этой крутой лестнице вниз к выходу из квартиры на вынос. И мы всем говорили, ну подумайте, ну ничего страшного. Важно, что человек жил в нормальных условиях, и когда он уже умер и лежит в гробу, то можно его и наклонить, не обязательно нести, только горизонтально. Всё, чего хотели архитекторы и чего от них требовали, это одолеть коммунальный кошмар. Но имевшиеся для этого условия оказались такими же скромными, как и метраж новых отдельных квартир. Всё решали экономические возможности страны на тот период. И вот среди учёных, научных работников возникла идея запроектировать и построить жилые дома, стоимость заселения в которых была бы не больше, чем стоимость заселения этих людей в коммунальных квартирах. Квартира по цене комнаты. Ничего, что квартиры станут меньше, зато их будет больше. В стране нужны были сотни миллионов жилых квадратных метров. Впервые за 40 лет существования СССР власть повернулась лицом к народу. Взялась за искоренение жилищного кризиса, который преследовал Советский Союз со дня его создания. Только в 1932 году, например, население Москвы увеличилось на 220 тысяч человек. А построено было всего 120 16-ти квартирных бараков на 10 тысяч жителей. Люди, прибывавшие в города по злу партии и правительства поднимать тяжёлую промышленность, задыхались в бараках и коммуналках. И тех не хватало. Полный полумрак. Направо три комнаты, налево три комнаты. У каждой комнаты стоит плита газовая. Я говорю, ну как вы тут живёте? Они говорят, да плохо. Я говорю, что у вас Кропоткинский метро рядом. Смотрите, какие у вас в центре живёте. Да мы бы куда угодно уехали, только бы в отдельную квартиру. А старушка одна говорит, вы знаете, я всю жизнь мечтаю в ванночке помыться. Война только усугубила ситуацию. Без крова остались 25 миллионов человек. Вдобавок советская армия прошла по Европе и увидела, что угнетённый рабочий класс живёт там намного лучше, чем свободные граждане Советского Союза.